Слушайте, надоели уже, если честно, эти сказки о заоблачных рейтингах Великого Кормчева достали результаты опросов от Росстатов, Фомов, Левада, Центров, которые неизвестно с какого потолка срисовывают конечные данные. Данные, что затем публикуются через пропагандистов, а посему мы решили провести свой собственный опрос. Не люблю это слово честный, испоганили его потому что, но более-менее объективный. Итак, вопрос мы сформулировали буквально следующим образом. Если выборы президента состоятся сегодня, за кого вы проголосуете и несколько вариантов кандидатов вам предлагаем. Естественно, там будет присутствовать Владимир Путин, три руководителя типа оппозиционных думских фракций, Зюганов, Жириновский, Миронов. Для максимальной непредвзятости мы внесли в этот список выдуманного кандидата с условным именем «Собачий хрен». Проголосовать можно в нашем чате в телеге, ссылка сразу под видео. Репосты приветствуются. Промежуточные итоги подведем через неделю, окончательно огласим через две, как и положено по закону. Давайте уже выясним реальный рейтинг действующего главы государства, а заодно посмотрим, кто из системных товарищей и любимым народом, а может... В общем, жду вас в нашем телеграм-чате. Начинаем! А у самого Владимира Владимировича меж тем всерьез начало подгорать. Накануне мы с вами стали свидетелями того, как великий кормчий даже перешел на повышенные тона. Поднял тему, которую он до этого ни разу не поднимал. Да, вы правильно меня подняли. Путин заговорил об интернет-пространстве. Долгие годы человек, подозреваю сознательно и даже принципиально, обходил данную историю стороной, как будто пытался продемонстрировать. Дочихал я на эти ваши сети. Да не воспринимаю я происходящее в виртуальном пространстве всерьез. На каком-то этапе, наверное, так оно и было, но все течет, все меняется. Настал, наконец, момент, когда и до таких ископаемых, как император, дошло, что интернет в нашу жизнь пришел. Точка! И уходить из нее он не собирается, а еще, что это очень мощный информационный ресурс, да с обратной связью. Нечита стремительно устаревающему зомбоящику. Но самое главное, ух ты, Владимир Владимирович открыл для себя, что там в интернете он вообще невеликий. Что там многие не верят в их списковым байке о межгалактических достижениях самой великой. Во вселенной супер-мега-скреп державы, которые по Киселеву завидуют даже на солнце, прикиньте, прозрел. Первый после Бога. Я даже боюсь себе представить, что сейчас в Кремле творится. Мы с вами, к сожалению, знаем, что такое интернет и как он используется для продвижения совершенно неприемлемого контента. Для распространения детской порнографии, проституции. Но кто бы и под каким бы ни было предлогом, под каким бы то ни было соусом, не пытался хладнокровно использовать детей для достижения своих собственных эгоистических, хорьковых целей, мы никогда не должны забывать о том, что это наши дети. Кстати, не знаете, при чем тут хорьки? Я так погуглил. Оказывается, эти животные ведут одиночный образ жизни. А еще отличаются спокойным, неагрессивным нравом. Кроме того, полезны норка, куница, горностай. Это тоже хорьки, поэтому митинги шумные. Ну, стопудово. Они о проданных зверюшек, хотя чему я удивляюсь. Тупоголовые халуи из окружения царя батюшки уже давно доказали маломальски думающей аудитории, что они профнепригодны. Ну да, мы отвлеклись. Так вот, Путин, значит, прозрел насчет интернета. А посему, ребят, надо готовиться. К чему? Да к тому, что вся мощь пропагандистской машины, вся мощь карательной машины плюс невиданные доселе деньги будут брошены на завоевание этой территории. Нет, доступ к интернету на России, конечно, никто не закроет, хотя бы потому, что они тоже от него зависят и даже больше нашего. Альтернатива или того, что еще принято называть чебурнетом, у сказочников так же нет и не предвидится, во всяком случае, до тех пор, пока на ответственных должностях в нашей стране будут сидеть бездарные ставленники Головнюка. Они ведь ни на что не способны, а в высоких технологиях и вовсе разбираются, ну, как, скажем, вот этот вот замечательный человек. Входит слух, что Россию могут отключить от интернета, от глобального. Вы как думаете, мы потянем свой внутренний интернет? Потянем. Я думаю, потянем. Каким он будет? Ну, я думаю, с плюсом будет все. С плюсом. С плюсом? Да. Как называться будет? Ну, никто еще не знает, но походу будет нормально. Ну, так вот слухи-то идут, но... С Криптонет, нравится вам такое название? Ну да, нормальный. А впрочем, хотим мы этого или нет, но битва за интернет должна была однажды начаться. И на самом деле в наступление Кремль уже перешел. Вот вы, например, знаете, что на днях российские власти договорились с администрацией ТикТока о жесткой фильтрации политического контента. На данной площадке чистка уже началась. С ТикТока удаляются видео о митингах оппозиции в России, скажем. Блокируются ролики предвыборной тематики. Антипутинская риторика банится. Пока под раздачу попали лишь крупные и известные блогеры. Ну, ведь и до остальных скоро доберутся. Слышал, вот вы, да, говорите. Так это как раз неплохо. Может, хотя бы на ТикТоке мерзости станет меньше? А. Не станет? Б. Оно обязательно аукнется печальными последствиями? Сейчас расскажу все подробнее. Это реальная журналистика. Поехали! Ну и начну с самых простых объяснений, вокруг которых Владимир Владимирович как раз строит вот свою сказку. Ну, беря под контроль Рунет, мы спасаем наших детей? Да нет, не спасаем. Задам простой вопрос, когда вообще запретительные меры приводили к положительному результату? Особенно, если что-то запрещаешь подросткам. Вы знаете такие случаи? Свою историю давайте расскажу. Гадайте, когда я начал курить. В Суворовском училище, хотя там не просто под запретом курения было, там за это отчисляли. Но молодой мальчишка, он так устроен, что ему необходимо лезть на запретную территорию. Чем больше запретов, тем больше возникает желания попробовать. Вам это любой начинающий психолог скажет, поэтому данными действиями. Только интерес молодняка к политике спровоцируем, а уж где найти информацию? Поверьте, они разберутся. Дядь, добавить бы надо! От мертвого осла уши получишь у Пушкина. До свидания, дефективный. Теперь, собственно, о последствиях договоренностей наших властей с китайцами. Тикток это китайская игрушка, если кто не знает. Как вы думаете, азиатские братья из большой любви к Владимиру Владимировичу навстречу Москве пошли? Да они деньги на том тиктоке делают. А поэтому единственное, что их интересует в этой сделке, свободно конвертируемая валюта. А уж когда речь идет о политике, там еще и коэффициентики добавляются к обычным рекламным расценкам. Внимание, вопрос. Угадайте. За чей счет нас ожидает данный банкет? Кто оплачивать все это соглашение с тиктоком станет? Думаете, олигархи царские раскошелятся сейчас? Не для того они 20 лет тащили, чтобы потом все отдать. Поэтому платить, друзья, придется опять нам с вами. Туда пойдут твоя пенсия, твои детские пособия, ее материнский капитал. Этими бабками войнушку-то станут оплачивать. А с бабками у нас и так не все в порядке. Мы с вами по метковому определению Барака Обамы мелкая региональная держава. Кириллица, я уже напоминаю, известна всего лишь в почти 8-миллиардном населении. Кириллица известна всего лишь в 300 миллионах. Рубль, к сожалению, не принимается и не будет приниматься нигде. И поэтому, когда происходит 40-процентный рост долга, нужно понять еще важный момент. А за счет чего этот рост произошел? Допускаю возможность, что китайцы, может быть, на Бартер согласятся. То есть не деньгами, а лесом, например, возьмут. Или там водой из Байкала, землей. Ой, слышу уже смех через чур умных товарищей. Да они и так все это берут, берут. Только сейчас они берут, что называется, по-тихому. Да, им там разрешили, но попросили не светиться. То есть пока наши блага выводятся из страны по серым схемам полулегально. А что рискуем получить? Китайцы ведь не дураки, понимают, что под кормчим стул шатается. Поэтому, в отличие от Вани, вряд ли поведутся на обещание. Скажут, нет, братан, ты нам бумагу сделай с гербовой печатью, с подписью, по которой, например, территории в Приморском крае или тот же Байкал официально передается КНР. Вот тогда мне будет интересно подискучировать с ура-патриотами, заодно услышать ответ, конкретный ответ на вопрос ради чего? Ради того, чтобы он о нарисованных ракетах еще пару лет послушал, теперь только на ТикТоке? С Ютьюбом, кстати, та же самая история, и оно уже происходит. Мы, кто здесь работаем, почувствовали оное на себе. То есть однажды вдруг Ютьюб резко залюбил кремлевских товарищей, даже с Соловьевым, если помните, задружил. А вчерашних топовых блогеров политических, у них начались проблемы. Но покажите мне хоть один ролик, который не имеет абсолютно никакого отношения к политике, или, например, ролики пропагандистов, которые точно так же бы морозили, потому что мы же там все равны. Вы не найдете такой. Так происходит только с теми, кто говорит неугодно ли. Мы прекрасно знаем, что существуют международные нормы поведения и обсуждения. Мы их не нарушаем. Так за что нас гнобит Ютьюб? Подозреваю, деньги делают свое дело. Вероятно, кому-то на Ютьюбе или в Гугл за это начали платить. Запрос на общество политических контент, судя по трендам новостных сайтов, остается высоким. Поэтому нам не кажется, что наши видео просто стали неинтересными. Но если алгоритмы и правила меняются, то огромная просьба хотя бы объяснять нам, авторам, как они меняются и как должны меняться мы. Ютьюб стал больше, чем развлекательная платформа. Он стал рупором. В России сейчас, и в России, и в Беларуси сейчас, в общем-то, ситуация, прямо скажем, очень важная, очень критическая. И то, на стороне кого окажутся свободные информационные ресурсы, очень и очень многое зависит. Ребят, вы поймите одно. Вот тысячный раз уже повторюсь, но все равно повторюсь, в политике, особенно в большой политике, не бывает хороших людей, которые пришли бы туда за идею в пользу бедных. Политики, они как фокусники, создают иллюзии, и то, что ты видишь, тебе лишь кажется. Вот прямо сейчас ты смотришь на экран, на какого-нибудь человека, которого ты бы хотел увидеть своим президентом в будущем, сознательно не называю фамилий, ты только думаешь, что он говорит правильные вещи, а придет к власти, начнет работать ради тебя, ради твоих соседей, воплощать в жизнь данное обещание. Политика – это власть. А власть – это деньги большие, деньги плюс возможности. Вот и все, что им нужно. Помните, как поэтично сказал Навальный? Сидят, жрут из корыта нефти доллары 20 лет, а когда им попытались сказать «Эй, это на всех!» «Подняли рылой, мы тут о ветеранах заботимся, защищаем!» Да не защищали они тогда ветеранов и детей. В нашей сегодняшней ситуации тоже защищать никто не собирается. Им нужен контроль над площадкой будущего, чтобы жрать из этого корыта дальше. Они разучились зарабатывать 20 лет. Эти люди лишь получали «Вот Киселева какого-нибудь возьмите, посадите на мое место сюда!» Да он не вытянет этот канал, потому что не умеет без бюджета. Деньги от рекламы, от просмотров, даже донаты. «Не, не слышал!» – скажет Киселев. «Дайте мне бюджет миллионов сто!» «Это да я! Ух!» «Я люблю его, конечно, да!» Знаете, есть два слова, их почему-то ошибочно считают синонимами. Есть слово «зарплата», оно образовано от сочетания «заработная плата». Однажды в нашей стране придумали другое понятие «получка», оно уже от «получать» выше сказал. Так вот, беда русского человека заключается в том, что мы не хотим зарабатывать. Мы хотим получать. Наступила определенная дата, вы им да положь. Нас специально от этого не отучают. Знаете, почему? А потому что там все эти ребята, они не просто хотят получать. Они уже получать привыкли, и расставаться с этой прекрасной привычкой им не хочется. А там еще детишки подрастают, внуки, правнуки народились. Чтобы это не заканчивалось, необходимо продолжать показывать вам сериал «В гостях у сказки». Впрочем, как говорит один мой коллега, вам решать быть или... Все. Это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете. Подписывайтесь на оба наших канала. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте темы, предлагайте, под ними мы обсудим, а я за сим. Спешу откланяться. Пока. Пока.